Ивановский институт химии растворов Российской академии наук налаживает международные научные связи. На днях делегация ученых вернулась из Китая. Результатом встречи с представителями университета Поднебесной стала договоренность о совместной научной работе. Это уже не первый опыт сотрудничества с китайскими вузами. История взаимодействия китайской науки и науки института химии растворов имеет уже некоторую, правда, не очень большую историю. Порядка двух лет тому назад впервые были организованы поездки наших сотрудников. И фактически уже в то время было начало взаимодействия между наукой Китайской народной республики и институтом химии растворов. И в настоящее время уже есть несколько направлений, по которым, собственно, это сотрудничество достаточно активно развивается. Сфера научных интересов исследователей из Ивановского института – разработка новых медикаментов для борьбы с онкологическими заболеваниями. Профильная лаборатория изучает вещества, которые бы могли точечно блокировать рост злокачественных новообразований. В этом же направлении работают и многие китайские ученые. Суть их заключается в том, что они действуют под действием света. Можно определить, где находится опухоль, и тем самым воздействие определенной длины света можно будет лечить данную опухоль. Соответственно, что касается лекарственных препаратов, этим у нас занимается всего три лаборатории в институте. Соответственно, сотрудники этих лабораторий могут именно туда и приехать. С ректором Сианского университета было подписано соглашение о содействии научно-техническому прогрессу. В планах открыть там российско-китайскую лабораторию для совместной работы ученых. Кроме того, стороны договорились о научном обмене, чтобы профессоры из разных стран могли приезжать к друг другу с лекциями. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ, Иваново.